МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня. Значимых городских, да и не только событий, случилось немало. Вот краткий анонс сегодняшнего выпуска. Старый дом, коммунальные беды по-прежнему не дают покоя жителям. Вернулись домой. Рязанские омоновцы завершили командировку на Северный Кавказ. Олимпиада среди хирургов. Впервые в Рязани прошел отборочный этап. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем нашу сегодняшнюю программу с проблем простых людей. К нам в редакцию обратилась жительница села Льгова с просьбой разобраться с коммунальными бедами. Крыша в ее доме течет, стены разрушаются, а само строение не признано аварийным. В общем, жители боятся, что крыша может рухнуть в любой момент. Общалась с жильцами Наталья Новикова. Дом, любимый дом. В идеале то место, куда всегда хочется возвращаться и где даже стены помогают. Вот только если эти стены не трескаются прямо на глазах, а потолок не норовит рухнуть на голову. Именно в таких условиях уже который год живет Галина Михайловна. И что самое страшное, это никого не волнует. Кипу отписок от всевозможных инстанций, заплаканные глаза, никому не нужной женщины нашла нашу съемочную группу в Ольгове на улице Макаренко, дом 14, совсем рядом с бывшей колонией. Дом, в котором живет Галина Михайловна, еще в 2012 году был признан аварийным, и его должны были снести, а женщину переселить в другое, более удобное для проживания место. Однако, не с горами уже 2015-й, но воск, как говорится, и ныне там. Везде идут трещины, везде дом свалится, а еще он крепится на проволоке, держится, потому что рано или поздно, вот у меня есть все, можем даже я поставить лестницу посмотреть, что действительно крепится дом на проволоке, это потолок, а там висит эта проволока на балке, на деревянной. Деревянная балка, так как идут дожди, может сгнить, и это однажды упадет на нас. Усугубляет и без того отчаянную ситуацию онкологическое заболевание женщины, с которым она борется уже несколько лет. И тем более обидно то, что в наше время, когда забота об инвалидах считается одним из основных признаков человечности общества, все равно остаются люди, которым забота не достается, и остаются они предоставленными исключительно на самим себе, со всеми своими проблемами. Я всю жизнь работала. Я работала на местах, но никогда, понимаете, никогда я не взяла даже копейку нигде. Поэтому я, наверное, живу в таких условиях. Честность у нас не ценится. Конечно, хочется думать, что вся эта ситуация всего лишь какое-то печальное недоразумение. Впереди Новый год, и очень хочется верить, что, наконец-то, найдется добрый волшебник, который поможет Галине Михайловне этот праздник отметить в теплом семейном кругу и благоустроенном жилище. Вчера прошел Всемирный день инвалидов. Сотрудники общественной организации «Свой путь» напомнили горожанам о своей благородной деятельности. Ведь специалисты центра ежедневно проводят занятия для детей с психофизическими отклонениями и пытаются сделать их жизнь радостней. 3 декабря весь мир вспоминал о проблемах людей с ограниченными возможностями. К сожалению, большинство из нас и не задумывается о том, со сколькими препятствиями ежедневно приходится сталкиваться инвалидам. Специалисты общественной организации «Свой путь» связали свою жизнь с тем, чтобы помочь детям с проблемами умственного развития. Этот день, 3 декабря, он для нас всегда немножечко значимый. Не в том плане, что мы работаем с такой категорией детей, а в том плане, что мы в этот день всегда немножко оглядываемся назад и смотрим, что же произошло в этом направлении вообще. В смысле помощи детям, имеющим нарушения в развитии. И здесь много радостного хочется сказать. И есть, конечно, вещи, о которых нужно напомнить, чтобы люди об этом помнили, знали и как-то имели в виду. С детьми инвалидами ежедневно проводятся занятия направленные на их социализацию. Осуществляется процесс с помощью четкого ритма и через поэзию. А еще в стенах центра проходят уроки творчества. Живопись, рукоделие, ремесло, кулинария. В театральной постановке самое интересное развлечение для ребят. Также проводятся лечебно-физкультурные занятия. Не остается без внимания и развития речи. В системе образования, касающейся этой категории детей, также есть большущие изменения. Процесс инклюзии, о котором много говорят, слава богу, будет проходить не так, как многим казалось, жестко и экстремально. Все понимают, что это кадровая подготовка, повышение компетентности, работающей с такими детьми. Также будут сохранены, слава богу, будут сохранены специализированные учебные заведения для детей с тяжелыми умственными нарушениями, отставаниями в развитии. И это дает, конечно, шанс детям в другой категории тоже получать более квалифицированную помощь и детям со сложностями такого развития также иметь более правильный подход. Каждому такому особенному ребенку нужен индивидуальный подход. Ведь дети, имеющие сложные психофизические нарушения, не имеют возможности посещать обычную или даже специализированную школу. В итоге они оказываются в полной социальной изоляции, да и родители подчас не могут справиться с уже подросшим чадом. Но жизненный путь детей с нарушениями в развитии не должен проходить в изоляции от остального мира. Ну а вместе они обязательно справятся. С наступлением холодов на лед рязанских прудов, озер и рек стали выходить и любители зимней рыбалки. Сотрудники Рязанского спасательного ведомства провели разъяснительную работу среди таких рыбаков. Несмотря на то, что морозы в нашем регионе более или менее устоялись, лед на водоемах окреп недостаточно. Особенно в тех местах, где бьют подводные родники. Ну а любители покататься на коньках и порыбачить на первой ледяной корке, как известно, хоть отбавляй. Чтобы избежать трагических инцидентов на воде, сотрудники госинспекции по маломирным судам регионального управления МЧС организовали рейд по местам выхода на лед рыбаков-экстремалов. Как мы видим, если озера у нас уже более-менее окрепли, то река еще открытая. В ходе рейдов и патрулирований проводятся инструктажи людей, рассказываются меры безопасности, какие средства спасения с собой необходимо иметь, как ими пользоваться. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей на водоемах. Посему у сотрудников ГИМС большая просьба к родителям быть максимально внимательными и не оставлять своих чат без присмотра. Объяснить, что на лед выходить очень опасно, а также проинструктировать, как себя вести, если они окажутся в беде. Рязанские полицейские несколько месяцев несли нелегкую службу на федеральном пропускном пункте у города Грозный. Вчера сводный отряд сотрудников регионального управления вернулся домой в полном составе. Поздний час, но целая толпа томится в ожидании. Коллеги, родители, любимые жены и даже малыши с нетерпением ждут волнительного момента. Возможности, наконец, обнять близкого человека. Долгая служебная командировка закончилась. Личный состав сводного отряда полиции вернулся к месту постоянной дислокации, выполнив поставленные задачи. В количестве 19 человек все живы, здоровы, все вернулись к своим семьям. Несколько месяцев рязанские полицейские несли нелегкую службу на федеральном пропускном пункте у города Грозный. Уже не первый год сотрудники работают на этом посту. И всегда их служба отмечалась благодарностями и наградами от руководства объединенной группировки сил на Северном Кавказе. Малыши пока не понимают, почему их мамы готовы расплакаться. Но чувствуют, что папу нужно обнимать вдвое крепче. Генерал-майор полиции Николай Пелюгин поздравил коллег с возвращением домой. Ну а рязанские оперативники госнаркоконтроля сообщили о задержании целой семьи наркоторговцев. Сотрудники наркоконтроля ведут постоянную борьбу с распространителями давитых синтетических смесей. На этот раз с наркополицейскими были задержаны молодые люди. Парень 19 лет и его 24-летняя гражданская супруга. Они приехали в Рязань из Воронежа. Здесь наркобизнесмены сняли квартиру в новостройке и приступили к реализации смертельно опасного товара. В своем городе организовали сбыт наркотиков в одном из интернет-магазинов. Отработав определенное время и войдя в доверие к организаторам данного бизнеса, им поручили, направили в город Рязань для сбыта крупных партий синтетических наркотиков. Закладки делались по всем районам города. Они гордо не знали, у них был неприметный автомобиль ВАЗ-2101, 1972 года рождения. Они спокойно передвигались на этой машине, а жили в новом Борисоглебске жилой комплексе. Они специально сейчас, уже несколько раз мы встречались, снимают именно в новых домах, где жители друг друга никого не знают. Спокойно они там передвигаются. Самое важное, чтобы для них был в квартире интернет. В день супруги делали около 40 закладок с наркотиками. В месяц они продавали более 3 килограммов спайса. Во время проверки квартиры молодых людей сотрудниками наркоконтроля было обнаружено примерно 10 тысяч разовых доз ядовитой смеси. Следственным отделом ФСКН России Борисонской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 на приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Основной фигурант арестован находится в следственном изоляторе. Его подельница избрана иная мера пресечения. Сегодня же в Рязанском медуниверситете стартовал региональный этап Олимпиады по хирургии среди студентов. Причем наш город впервые принимает столь высокие соревнования будущих специалистов. На отборочный этап регионального конкурса по хирургии в Рязанский государственный медицинский университет съехались почти два десятка команд из медвузов Центрального федерального округа. Проводятся эти соревнования ежегодно уже в 24-й раз. Кстати, ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин по своей профессии сосудистый хирург. Потому на нынешней Олимпиаде он вошел в состав конкурсной комиссии, которая будет оценивать выполнение заданий участниками-студентами. Большое мероприятие будущих хирургов, которое очень радует то, что доверено провести нашему университету в этом году этот отборочный этап. И мы, конечно, возлагаем надежды на нашу команду. Ребята готовы, они готовились, создавали все необходимые им условия. Надеюсь, что выступят хорошо. Задачу они свою знают, она понятна. Но, тем не менее, мы, конечно, хотим, чтобы главные задачи, которые выполнят все студенты, они получат необходимые практические навыки, которые позволят им затем работать хирургами. Олимпиада по хирургии состоит как из теоретических, так и практических заданий. Мы готовились практически с начала этого семестра, то есть три месяца упорных тренировок, работ. Естественно, очень надеемся пройти в финал в Москву и достойно представить свой вуз. Считается, что чем раньше студент хирургического направления начнет развивать свои мануальные навыки, тем быстрее он освоится в профессии. Кстати, такие олимпиады проводятся лишь в нашей стране. Обучаться в 19-20 лет навыкам гораздо лучше, чем в 25-26, как обычно заканчивается университет, чем в «Гладой человек» на Западе. То есть, вы видите, даже здесь мы находимся как бы впереди педагогического опыта. Как и на любом другом соревновании, участие в хирургической олимпиаде для студентов – это возможность показать знания и мастерство, а также заявить о себе. Мы увидим, какие кадры мы получим. Наш медуниверситет готовит просто супер высоко квалифицированные кадры. Вот за свое время подготовили 56 тысяч высоко квалифицированных выпускников, которые работают в большей своей части в рязанском здравоохранении, в 80 медицинских организациях. Теперь в течение двух дней участники рязанского отборочного этапа олимпиады по хирургии будут соревноваться в 8 номинациях, а победители отправятся на финальный этап в Москву. Это был завершающий материал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал художественный руководитель рязанского театра «Кукол» Валерий Николаевич Шацкий. Разговор в студии пойдет о премьерном спектакле «Кошкин дом». А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин